Воронежская область Крым, Стерлитамак, Екатеринбург, Тамбов, Удмуртия, Нижняя Тура, Костромская область, Новосибирск, Ростовская область, Варшава, Пермь, Юргат, Татарстан, Владикавказ, Архангельская область, Ханты-Мансийский округ, Новгородская область, Ижевск, Хабаровск, Шлиссельбург, Тамбов, Краснодарский край, Ярославская область, Уфа, Ставропольский край, Брянская область, Братск, Вологда, практически весь мир с нами, Хакасия, Томская, Липецк, Барнаул, Новошахтинск. Хорошо, сегодня мы с вами поговорим о организации внеурочной деятельности по английскому языку для учащихся первых классов. Поговорим о том, как ее организовать, какие выбрать пособия, какие учебники, немного поговорим о том, как написать программу, какие есть принципы, которые вы, если разобраться, очень хорошо знаете. И для начала у меня есть к вам несколько вопросов. Занимаетесь ли вы английским языком с первоклассниками? Есть ли среди нас такие, кто из года в год? Вот Ольга говорит «Да». Так, Альбина говорит «Да», Васильева. Так, Светлана «Да». Тамара Валентиновна пишет «Пока нет». Катерина «Да». Да, в общем, 50 на 50. Есть те, кто планирует так процентов 10-15? Вот пишут «К сожалению, нет». Сегодня мы узнаем о том, как совершенно спокойно начать этим заниматься, почему бы и нет, готовить первоклассников к изучению английского языка во втором классе. Вот Наталья пишет «С группы подготовкой к школе тоже занимаются». И вот Наталья какого-нибудь пишет «После вашего вебинара займемся». Занимаясь в кружке. Кружок тоже может являться внеурочной деятельностью, в зависимости от того, как он документально прописан. Так, а будет ли видеозапись, скоро начинается занятие в клубе? Да, будет, конечно же, видеозапись выложена на форуме englishteachers.ru. Не переживайте. Итак, а есть ли у вас трудности в работе с первоклассниками какие? Вот скажите, пожалуйста, те, кто работают. Либо что вы считаете может быть трудностью из тех, кто не работает с первоклассниками? Неусидчивые, да, действительно есть такая проблема. Да, вот непонятно с чего начать. Быстро пропадает интерес, сложно его поддерживать. Нежелание учить язык. Чрезмерная подвижность. Рассеянное внимание. Их 28 человек, да, это серьезная проблема. Проблема с подбором материала. Мы сегодня попробуем ее решить. Много детей, по 30 человек. Тоже подскажу немножко, как это решить проблему. Материала много, не знаю, что выбрать. Да, такая проблема есть. Как организовать верный урок. Большая группа. Еще непривычная в школе. Одна из задач внеурочной деятельности, именно приучить к работе в школе. Трудно найти хороший учебник, подскажем. Не умеет слушать. А, дети предлагают свою тему занятий. Вот Наталья Евгеньевна пишет. Это, кстати, очень частая проблема, когда дети пытаются навязать то, что они считают нужно. Тут нужно найти дипломатический баланс. Предложить им позаниматься то, чем вы хотите, а потом, если они хорошо позанимаются, заняться тем, что хотят они. Частая смена формы работы. Необходимо, да, и бывает трудно переключаться с самим. Проблема звукопроизношения тоже есть. Удержать интерес тоже к проблемам, да. Так, проблемы с родным языком. Об этом тоже немножко поговорим. Угу. Не понимают, что делают. Такое тоже бывает. Занятие 35 минут танцуем, поем и рисуем. Да, вот это действительно такой хороший вариант занятия внеурочной деятельности в первом классе. Все должно быть наглядно. Родители ждут быстрых результатов. Родители нужно готовить. Разный возраст детей. Третий, четвертый классы вместе. Ну, давайте про родителей. Скажу, родители необходимо готовить к тому, чтобы они не ожидали, что их ребенок сразу же заговорит на английском языке, будет за границей переводить все, что они захотят сказать иностранцам и так далее. Для родителей нужно сразу охарактеризовать, что вот по окончании первого класса они смогут назвать какие-то предметы и явления на английском языке, поздороваться, ну, что-то такое помимо. Просто сразу сказать, чего вы достигнете за этот год и почему это так важно. Ну, с психологической точки зрения, что больше перегружать нет смысла. Устает после четвертого урока. Тоже такая есть проблема. Хорошо. Трудно ли вам составить рабочую программу внеурочной деятельности? И какие трудности у вас возникают в связи с этим? У нас пишет трудно. Степняк Ирина, да. Юлия, да. А почему? Напишите. Елена Николаевна тоже пишет, да. Нет стандартов. Да, есть действительно такая проблема. Но есть документы, на которые можно ссылаться. Светлана, очень трудно. Чему учить? Да, действительно, есть такой вопрос. Но это решаемо. Не представляю, как она должна выглядеть. В конце вебинара расскажу. Нет некого образца. Нет единой программы. Трудно оценить, какой материал будет пассивный для детей. Разные требования. Елена Валерьевна пишет, трудно предсказать, что захочется им учить, какие темы они поддержат. Если есть пособие, то просто. Должна быть единая программа образец. Я вам расскажу, на основе чего можно составить такие программы. Вообще, при составлении программ, при подготовке внеурочной деятельности, как в первом классе, так и в принципе, стоит ссылаться, сейчас зачитаю, на письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 12.05.11 года об организации внеурочной деятельности при введении в ГОСОО общего образования. Вот, соответственно, если вы ссылаетесь на это письмо, то никаких проблем нет. Что показывает практика и о чем говорит это письмо, о чем говорит в ГОСОО, мы сегодня с вами как раз и посмотрим. Итак, бывает такое, что внеурочную деятельность путают с внеклассными мероприятиями. Давайте по этому посмотрим. Итак, внеклассные мероприятия – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классноурочных и направленные на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеклассные мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые преподавателями или кем-нибудь другим для учащихся с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. Самое главное отличие, что внеклассные мероприятия, хоть и могут растягиваться на несколько занятий, либо подготовку и проведение, но тем не менее это более разовое мероприятие. А внеурочная деятельность она идет постоянной, она вписывается в учебный план за учим школы на весь год. Выдержка из ГОС о внеурочной деятельности Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности – это спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, социальная, общеинтеллектуальная и общекультурная. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов на весь школьный курс. Что здесь важно? Для нас именно в английском языке подойдет и практически все направления развития личности – и духовно-нравственная, и социальная, и общеинтеллектуальная, и общекультурная. В этом прелесть, собственно говоря, предмета – английский язык. Какие организационные модели внеурочной деятельности присутствуют? Это как раз из того письма, о котором я вам уже говорил. Итак, у нас есть инновационная деятельность, допустим, деятельность по разработке и апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе учитывающих региональные особенности. То есть вы можете ее прописать как инновационную такую площадку. Можно прописать как учебный план образовательного учреждения. Допустим, тогда это включается в кружки, секции, научные сообщества. Либо дополнительное образование, образовательные учреждения. Это опять-таки кружки, секции и так далее. Так, ссылку. Да вы легко можете его найти, если наберете об организации внеурочной деятельности при введении в ГОС в Яндексе. Очень легко его найти. Но если что, я напишу на форуме еще раз ссылку на это письмо в этой теме вебинаров за этот месяц. Вот. Соответственно, вы можете совершенно спокойно в любую из этих трех частей вписываться. Вот Алена Евгеньевна дает прямую ссылку. Сразу же спасибо большое прямо нам в чат. Итак, давайте посмотрим далее. Что еще важно? Мы с вами об этом немножко уже говорили. Учет индивидуальных особенностей. Часть детей изучали английский язык в детском саду или самостоятельно. Есть такие. Не изучали английский язык. Либо логопедические особенности, когда у нас есть проблемы с русским языком, с произношением нескольких звуков. Как все это решается? Вам нужно, конечно же, понять. Чаще всего это будет смешанная группа, где часть изучали английский язык, часть не изучали английский язык. Соответственно, нужен какой-то мостик между основным вашим пособием, чтобы все догнали. Есть несколько способов. Те, кто изучали английский язык, могут помочь тем, кто не изучал. Такой есть вариант. Есть вариант, что все-таки большинство изучали, и тогда можно сразу пойти вперед. Если не изучали английский язык, то можно на каких-то основных понятиях попробовать вывести всех примерно в один уровень. А логопедические особенности очень хорошо решаются как раз посредством английского языка, поскольку идет развитие речевого аппарата, язык – это мышца. И, соответственно, уже много есть исследований, когда изучение второго языка только помогало освоению своего родного языка. Как можно и при помощи чего организовать, собственно говоря, свою работу? Чтобы не мучиться долго с написанием рабочей программы к курсу, чтобы четко понимать, четко структурировать свои занятия, вы можете использовать Миллистата для первого класса, который входит в линейку учебников Милли и Миллиниум Инглиш. Где вот как раз для первого года есть такой замечательный курс. Это состоит из двух рабочих тетрадей, совмещенных с учебником. То есть, фактически, вот она первая, допустим, тетрадка, в которой уже присутствует и учебник, и рабочая тетрадь. Итак, давайте посмотрим на самый первый урок, самого первого юнита. Первое же задание. Послушай и покажи на соответствующий предмет. То есть, материал подобран так, чтобы это было достаточно легко. Предметы им все знакомые. Компьютер, клавиатура, мышка, настольная к компьютеру. Все предметы знакомые, поэтому очень легко осваиваются на английском языке на интуитивном уровне. Поскольку им нужно только послушать и показать, им даже не нужно еще ни читать, ни писать, ни в коем случае. Затем, почитай вымозки упражнения, один и соедини их с картинками. Соответственно, чтобы, опять-таки, вымозку они воспринимают как комикс, как логотип какой-то, еще не умеют читать, уже могут объединить все это вместе. Затем, раскрасить слова в третьем упражнении в такой же цвет, как картинки. Так вы можете проверить, насколько они запомнили изображение написания слова и сочетание его с самим предметом. Вот так мы можем уже начинать работать. Чем еще примечательный курс Милистата? К нему есть книга для учителя, по которой вы можете составить рабочую программу и обучающую компьютерную программу. Мы очень много раз показывали примеры из них на вебинарах, с которыми вы тоже очень можете хорошо работать и сменять, менять виды деятельности на уроке. Итак, давайте посмотрим на следующий пример. Из книги «Первые английские слова» Алексея Васильевича Кенабиева, где на примере времена года, где мы можем познакомить ребят с какими-то первыми основными понятиями. Опять-таки, можно использовать как мостик Милистата, можно использовать, в принципе, эти пособия, как программу таких более облегченных занятий. Сначала у нас идет предъявление слова на английском языке. «Сама» они запоминают его как вывеску. Зачем идет избыточная информация. Мы читаем необходимые фразы. И затем у нас идет... Можно обвести пальчиком, где написано «Ход» «Сама». Мы еще не учимся... Мы учимся писать, но только на уровне пальчиков мы запоминаем слова, приучаем руку к письму. Вот Екатерина Романова пишет. «А я даже буквы с детьми не учу, только разговорные. Некоторые просят написать слова, пишу простые». Да, почему бы и нет. Собственно говоря, именно на этом и построены вот эти две книги. Милистата и серия книг «Первые английские слова», где мы сразу переходим на разговорный язык, изучаем сразу целым словом. А если вам хочется иметь связь с русским языком, либо дети очень быстро устают, можно использовать серию книг «Развивашка». И на примере жителей подводного мира давайте посмотрим. У нас есть написание слова на английском языке «Wale». Также дается транскрипция как для родителей, так и для детей, чтобы они понемножку запоминали изображение транскрипции, как чтение слова. Затем нужно опять-таки обвести пальцем, подготовить руку к письму. Затем мы видим это слово на русском языке, видим изображение этого слова, что кит он нарисован. И затем нам необходимо сделать игрушку по выкройке, то есть более такой сменой видов деятельности, развивающей задание. И помочь художнику докрасить картинку. Опять-таки можно несколько раз потом назвать кита по-английски «Wale», когда сделали, собственно говоря, вот эту игрушку. Либо когда вы раскрасили картинку. Стихи и загадки. В данном случае о животных. Тоже с ними можно хорошо поработать, изучить какие-то первые английские слова. Допустим, слово «mouse». Как это происходит? Маленькая, но шустрая, и порой умни кота. Норка, вот ее домишка, это серенькая мышка. Вам знаком ведь Микки Маус? По-английски мышка «mouse». Соответственно, мы прочитали стихотворение, немножко углубились в русский язык, в поэзию, в легком варианте. И затем мы уже приходим к английскому слову «mouse». Так они познакомились, что мышка по-английски называется «mouse». После этого мы можем выполнить вот такую загадку им задать. Хвостиком яйцо разбило, да и репкой ей по силам. Хоть и маленькая ростом, победить ее непросто. Шум и гам и полный хаос поселилась в доме «mouse». Опять-таки, проверили в загадке, это будет уже такая игровая для них деятельность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У меня есть кукла Маша. Не найти игрушки Краша. Очень длинные реснички, две торчащие косички. Посажу ее за стол. Кушай кашу, кукла Дол. Есть игрушка у Марины. Настоящая мальвина. Вместе кушают, гуляют, вместе косо заплетают. Любят мальчики футбол, а Марина любит Джоу. Как мы с вами могли увидеть, достаточно навести на QR-код свой планшет через программу, коих много бесплатных у нас в Google Play. И, соответственно, перейти на страницу плейлиста с необходимыми нам аудиозаписями. Их же можно скачать. Очень легко и удобно работать везде всегда с собой. Внеурочная деятельность позволяет, давайте посмотрим, что же она нам дает. Улучшить условия для развития ученика, дать ему возможность влиться в школьную жизнь. Обеспечить благоприятную адаптацию ученика к школьной деятельности. Обеспечить закрепление практической использования отдельных аспектов, содержания программ, учебных предметов, курсов. Учесть возрастные индивидуальные особенности обучающихся. То есть здесь мы более свободны в выборе методов обучения, формы обучения. У нас не такие масштабные цели, особенно в первом классе на внеурочной деятельности. И мы можем, именно наша задача развить учеников и привить им любовь к изучению английскому языку. Познакомиться с какими-то первыми понятиями, чтобы им было проще во втором классе. Учет возрастных особенностей у нас происходит во всех книгах, которые я показал. Например, Милистата. Даже изображение героев, каких-то персонажей, людей, которые присутствуют в книге. Это ровесники первоклассников, поэтому нету никакого дискомфорта и стеснения. Либо четвертое задание. Угадай, что изображено на картинках. Привычные любимые им предметы. Это компьютер, та же клавиатура, мышь настольная. И, соответственно, они могут все это поугадывать. Идет у нас закрепление тех слов, как только что мы проходили. Закончу фразой, прочитай диалог в пятом задании. Фраза «Все говорит компьютер», то есть идет такая мини-сказка, как идет оживление неодушевленных предметов. В первом классе они это очень любят. Сусно говоря, что мы можем и увидеть. Затем, учащие особенности происходят у нас и при написании прописей. Прописи все, как мы видим здесь, в пятом задании большими буквами, крупными сделаны, отдельно друг от друга. Чтобы не сбиваться, нужно просто написать буквы. В четвертом задании тоже очень интересно. Вы можете приблизить себе плюс-минус, нажав на лупу под примером. Нам необходимо найти и раскрасить буквы. То есть такое игровое задание. Цвет можно выбрать, какой им нравится. Что же хорошо помогает запомнить буквы и подготовиться. Вот пишет. Буквами не учусь, чтобы не путались с русскими. Если вы не считаете нужным учить буквам, то вы можете свою программу построить на основе и этой книги, и тех других, которые я показал, чтобы не затрагивать эти задания, просто их пропуская. Тут совершенно спокойно, вы можете вольне поступать так, как вам удобно. Либо седьмое задание. Спой с другом песню по ролям. Очень просто. Песня, собственно говоря, есть диалог, знакомство. Hello, hello, what's your name? I'm Илья, I'm Tanya, let's play a game. Фактически, если чуть-чуть взять ритм, то получилась песня. И из песни они так запомнили, как здороваться на английском языке. Да, песенки дети любят петь. Любят петь песни, любят раскрашивать. Почему бы и нет, все это можно использовать. И все это у нас с вами есть. Графические задания. Опять-таки, у нас есть прописи развивашка. Есть прописи для мальчиков, поскольку они в первом, в начальной школе, в принципе, еще любят мальчики отдельно, девочки отдельно сидеть. Поэтому есть прописи для мальчиков. Отличаться будет только картинками и словами. Допустим, мальчиков это будет king, lion, на L. А у девочек sun, teapot. То есть, такие вещи, которые им более привычны и приятны. А как это работает? Мы с вами видим страницу, которая идет основная. На нее накладывается прозрачная страница. И по ней они обводят, собственно говоря, вот эти буквы. Могут обвести рисунок, раскрасить его, назвать слова. То есть, есть очень много возможностей и у прописи. Марина пишет, хорошо, если дети не умеют читать, то сначала проговаривают фразу, а потом дети повторяют за учителем. Да, почему бы и нет. Так они постепенно немножко и научатся читать. А во втором классе мы с вами уже их полноценно этому научим. Людмила пишет, какая прелесть. Да, действительно, вот такие прописи, которые очень удобны. Они в половину листа А4 у нас даже, может, чуть-чуть меньше. Очень удобно помещаются всегда с собой, помещаются в женскую сумку. Вы можете и родителям предложить позаниматься немножко в свободное время с детьми по этим прописям. Почему бы и нет. Будет приятная адаптация. Можно использовать для этого развивашку, например, игрушки, где мы знакомим с понятием, например, Teddy B, плюшевая нишка. Сначала знакомим с изображением слова. Знакомим с транскрипцией. Они могут даже, если они просто увидят, понемножку они уже запомнят. Обводим пальчиком. Смотрим на название предмета на русском языке. Затем мы соединяем точки и раскрашиваем картинку, как развивающее задание. И раскрашиваем вторую половинку картинки. Все это развивает моторику, улучшает память, идет восприятие, как правильно пишут, и слуховое, и зрительное, и сенсорное, когда мы пальчиком проводим. То есть так мы можем запомнить уже очень много интересных слов на английском языке. Не перегрузить наших дошкольников, учитывая, что это уже идет после уроков. Вот Екатерина Романова пишет. Вообще-то реально получается где-то 20 уроков за первый класс. Да, соответственно, программа должна быть легкой и немножко знакомиться с английским языком. Чтобы не было момента отторжения. Чтобы был интерес к вашим занятиям именно во втором классе. Фономатический слух не у всех развит. Но я думаю, что если позаниматься, то он разобьется. Какие виды внеурочной деятельности вообще существуют и выделяются во ВГОЗ? Игровая деятельность, познавательная деятельность, может быть проблемами ценностного общения. Вот на проблемами ценностного общения мы особенно посмотрим пример, что это такое. С игровой и познавательной все понятно, то с этим немножко бывает. Трудности. Досугово-развлекательная деятельность. То есть мы делаем такой образовательный досуг, художественное творчество, когда они что-то рисуют, и спортивно-оздоровительная деятельность. Давайте посмотрим, как это все укладывается в наши с вами занятия. Вот Екатерина Романова пишет, сейчас у них по 4 урока, начнем с ноября. Почему бы и нет, как раз с ноября уже немножко привыкли к школе, пошла уже и внеурочная деятельность, уже многие на продленку стали ходить. И так постепенно-постепенно мы уже их к концу первого класса познакомим с какими-то основными фразами, научим чуть-чуть говорить на английском языке, и во втором классе им будет намного проще. Да, Наталья Ковнева пишет, кто занимался в первом классе, тот во втором считает себя асом. А почему бы и нет? Собственно говоря, это только будет им плюсом, будет намного проще осваивать программу второго класса, и вам же будет проще с ними работать. Вы уже с ними будете знакомы, вы уже будете знать, как вам строить свои уроки во втором классе. Это очень хорошая возможность дополнительно учить английскому языку ребят. Итак, в милистата игровая деятельность тоже заложена. Например, в пятом задании, где нужно пройти по дорожкам и написать нужные буквы, фактически такая игра лабиринт, опять-таки развитие моторики. Шестое задание очень утром на вебинаре коллегам понравилось, и вообще, на мой взгляд, интересно. Поиграя с другом дрессировщиков, где нужно, ну, уже они познакомились с этими командами, научить надрессировать в данном случае панду таким командам, как «Stand up», «Sit down», «Run», да, так тоже можно очень хорошо поработать, это будет игровая деятельность, и так они запомнят уже вот эти основные фразы. Соответственно, уже во втором классике вы им скажете «Sit down, please», никаких проблем не будет. Да, можно и в тренера с одноклассиком поиграть? То есть это задание дает массу возможностей для различных вариантов этой игры. Да, они с друг другом любят командовать, сегодня пробовали, вот Ирина Зимковская пишет, а вы по этой тетрадке работаете, если да, то напишите об этом. «Послушай диалог и скажи, куда дети решили поехать?» Вот, пожалуйста, вам познавательная деятельность. Они должны назвать, вот, с мячом играет просто. Тоже вариант, я с мячом и в третьем классе играл, где они должны были мне в живое-неживое поймать, либо нет. Либо назвать на английском языке «Славив мяч». Да, кое-что беру из этой тетради. Почему бы и нет? Собственно говоря, внеурочная деятельность позволяет вам строить программу так, как вам удобно и брать различные материалы. А поскольку все дети разные, универсальных вариантов быть не может, особенно дошкольники, начальная школа, первый класс. И если есть такая возможность строить занятия так, как удобно, почему бы и нет? Итак, они слушают диалог, и они должны назвать те страны, которые, собственно говоря, были ими услышаны. Затем, во втором задании «Раскрасть страны в такие же слова». То есть мы объединяем символьное название, написание его с географическим положением посредством цвета. Тоже очень интересное задание, можно с ним хорошо поработать, уже немножко знакомиться с географией. Я могу точно сказать, что учитель географии будут очень рады узнать, что вы такие задания применяете на уроках, потому что довелось работать немножко у учительной географии, три месяца заменял полноценно. И не знают они совершенно, где что находится, где какие страны, поэтому такие задания очень даже, на мой взгляд, должны использоваться часто. А не сольются ли после «Раскрашенные слова и страны»? Ну, вообще-то нет, как они могут слиться. Они же разными цветами все. Они все расположены так, на картинке, чтобы находиться далеко друг от друга. А вот малыши карту быстро запоминают. Вот в том-то и дело. А уже в шестом, седьмом, восьмом и так далее классе они этого сделать не могут. Поэтому нужно пользоваться моментом. Проблемно-ценностное общение. Тоже заложено, например, в первом задании в Милистата на странице 30. Соединим буквы в правильной последовательности, чтобы получился алфавит. Есть проблемы, есть цель общения, почему бы нет. Вычеркни в каждой строчке слово, не подходящее по смыслу. Опять-таки, проблема и ценность этого задания. Очень нужен вебинар по внеурочной деятельности в пятом классе. Хорошо, подумаем на эту тему. Мы постараемся запланировать. Итак, составь словосочетания и соедини их с картинками. Тоже интересный вариант того, как можно, собственно говоря, с этим поработать и привлечь проблемно-ценностное общение. В Мили есть продажи, да? Есть в интернет-магазине издательство «Титул» на englishteachers.ru. Пожалуйста, заказывайте. Досугая развлекательная деятельность может, например, перекрываться посредством развивашки. На примере посуды птиц покажу вам. Правая сторона разворота. Подбери подходящий фрагмент рисунка и вставь. Если дети осуществливы, можно такое развивающее задание применять. Или помоги художнику докрасить картинку. Картинка на изученное слово, поэтому с этим можно работать. Татьяна пишет. А мне очень нужна информация по работе в классах коррекции. Если говорить о коррекции на внеурочной деятельности, то развивашки очень даже вам помогут. Кружковая деятельность. Фактически внеурочная деятельность и кружковая деятельность в первом классе практически равнозначные понятия. Просто зависит от того, как документально это прописано. Как выполнить второе задание, если ребенок не умеет читать? Или это выдержка из урока, где ребенок знает уже слова? А, там, где выбери лишнее. Да, там уже ребенок знает слова. Это был пример из милистата. И, соответственно, они уже к этому времени с этими словами знакомы. Да, учитель может прочитать задание, почему бы и нет. Тем более в первом классе, где их внимание очень быстро рассеивается. Оздоровительная деятельность. Пример из первых английских... Из пособий первоанглийские слова. Где нужно познакомить ребят со словом «вошь». То есть мы прививаем здоровый образ жизни, что с утра нужно умываться. И со словами вежливости. Что если мы просим кого-то умыться, то следует сказать слово «пожалуйста». И получается «please wash yourselves». Очень легкая команда, которую они могут потом повторить какую-то игрушку на уроке. Или повторить друг друга и как-то показать это. Почему бы и нет. Познавательная деятельность у нас тоже заложена. Например, в тихах и загадках «о», где они знакомятся с понятиями, в данном случае с стихотворением. И самое главное, на английском языке они знакомятся со словом «зеленый green». Давайте прочитаем. «Посмотри весной и летом». «Мир наполнен этим цветом. Окружает нас зеленый. Травка, нежная газонов. Листья, тополя, осин. Цвет зеленый – это green». Вот так они познакомились и с нужным нам английским словом. И произошла познавательная деятельность. Существом говоря, очень хорошо мы поработали. Творческие задания тоже у нас включены. Например, где нужно раскрасить картинку, как здесь мы видим справа в нижнем углу. В пособии первые английские слова учимся считать. А где нужно раскрасить четыре огурца, вспомнить о том, что их четыре. Таких творческих заданий может быть на уроке сколько угодно использовано. И они есть в книгах в достаточном количестве. Давайте теперь рассмотрим дополнительное образование и внеурочную деятельность. В чем же, собственно говоря, различие? Дополнительное образование имеет свою образовательную программу. А внеурочная деятельность входит составной частью в основные образовательные программы. В принципе, больше особых различий с документальной точки зрения, с методической, я не нашел. То есть, в дополнительной образовательной программе, если это кружок, то вы, соответственно, пишете свою рабочую программу. Если внеурочная деятельность, вы также пишете внеурочную программу. Просто будет отличаться титульный лист по форме, которая у вас принята в образовательном учреждении. Давайте посмотрим на пример хода занятия. На примере книг «Мои первые английские слова». То есть, если смели старта, есть книга для учителя, поэтому все просто и понятно тут здесь. Очень хорошо будет все-таки рассмотреть поподробнее, как мы 20-30 минут с нашими первоклассниками будем заниматься. Наталья Кова у него пишет. «Детям нравится заканчивать рифмом». Да, конечно, именно поэтому такие книги будут очень полезными. И при этом думаю, что они поэты. Ну, почему бы и нет в таком юном возрасте нужно мечтать. И повышать самооценку, что тоже очень важно. Так, давайте посмотрим. Мои первые слова. Первый разворот книги – одно занятие. Для дополнительной отработки изученной лексики используется разворот на страницах 22 и 23 и мобильное приложение «Обучающая игра». Длительность занятий может адаптироваться в зависимости от особенностей детей. То есть, где-то это будет чуть длиннее, где-то короче, где-то будет короче, поскольку вы используете еще какие-то книги. Каждое занятие включает задания, направленные на детей с различными познавательными стилями – аудиалов, визуалов и киноэстетиков. Давайте посмотрим. Ход занятия. Первое. Попросите детей рассмотреть рисунок. Спросите, какое животное на нем изображено, что это животное делает. Скажите, как это животное называется по-английски, и обратите внимание детей на написание этого слова. Затем, после этого, спросите у детей, как разговаривают это животное в России. Они вам ответят, что кошка говорит мяу-мяу. Попросите изобразить животное жестами и голосом. Скажите, что в Англии люди говорят по-английски. И животное, соответственно, тоже будет говорить немножко по-английски, а не как в России. Прочитайте подпись к рисунку и спросите, так как же говорит в Англии кошка? Еще раз прочитайте подпись под рисунком, покажите на животное, назовите его по-английски, попросите повторить, как оно говорит. Вот так мы весело сравнили, как кошка мяукает в России, как оно будет мяукать, собственно говоря, в Англии. И уже целое научное исследование для первоклассника произошло. Так, давайте посмотрим дальше. Вот, соответственно, у нас весь разворот в целом. Как же работать со второй частью разворота? Третье. Покажите детям картинки. Назовите животное по-английски и попросите показать на тот рисунок, на котором оно изображено. Соответственно, они вам показали и льва, и осла, и кошку, и барашка. Всех уже они этого знают к этому развороту. Соответственно, назвали. Предложите детям пальчиком провести паук-буквым составляющим слова. Провели пальцем, запомнили образ слова. И затем предложите детям докрасить рисунок, повторяя вслух или про себя название животного по-английски. Да, здесь уже идет такое развивающее задание, которое поможет им запомнить слово и получить удовольствие от занятия. Да, вот пишут, что нельзя покупать какие-то книги и пособия. Обратите внимание, у нас они все достаточно по демократическим ценам. Поэтому, я думаю, что никаких таких звонков, собственно говоря, и не будет. Опять-таки, вы их можете купить сами, где-то что-то использовать на уроке. Так, Борис Иванович. Мнение Бориса Ивановича Маркова мне всегда очень интересно, потому что действительно очень опытный специалист. Вот, что он пишет. Илья Михайлович, по-моему, вы незаслуженно обделили внимание на 12 шагов к английскому языку. Хотя этот курс для дошкольников, но он позволит очень хорошо организовать любую внеурочную деятельность в первом классе. Особенно с детьми, не занимавшимися языком до школы. Я с вами абсолютно согласен. Его тоже можно использовать. Просто вот на этом вебинаре хотелось обратить внимание именно вот на эти книги. В принципе, если есть желание, можем и рассказать про 12 шагов к английскому языку в ракурсе занятий по внеурочной деятельности. Вот, пишет. Неважно, сколько стоит. Ну, как говорится, против лома нет приема. Есть такие родители, с которыми никак бороться нельзя. Да, ну, к сожалению, иногда приходится покупать только себе, поскольку внеурочную деятельность проводить вам. Итак, хотя это абсолютно несправедливо. Потом, опять-таки, если про учебники, то да. А если про рабочие тетради, а все эти книги представляют собой еще и рабочую тетрадь, то, я думаю, никаких претензий не будет. Так, автора 12 шагов, Радислав Петрович Милюрд, тоже можно приобрести у нас в интернет-магазине EnglishTitchers.ru. На EnglishTitchers.ru можно ознакомиться и с презентациями по этой книге, и можно ознакомиться с брошюрой. Тоже она присутствует с страницами из этой книги, из этого курса. Итак, ход занятий. Покажите еще раз на страницах 2.3, как пишется слово «кошка» по-английски, а также, как по-английски пишется «мяу». На страницах 22.23 попросите детей найти рисунок «кэт», попросите детей соединить на изображение кошки с словом «кэт» и «мяу». Вот так мы с вами выглядим в странице 22.23, где они еще раз повторяют эти слова. Да, первое, мои первые слова называются «Пособие». Автор Алексей Васильевич Канабеев. 138 рублей, как пишут в чате. Это 12 шагов к английскому языку, одна книга стоит. Вообще, зайдите, пожалуйста, в интернет-магазин издательства «Титул». Все информации по ценам там присутствуют. Да, оно приставлено для дошкольников. Вот эти пособия, кроме Милистата. Оно будет в разделе «Школьники». Итак, дальше. Предложите детям поиграть с мобильным приложением и выполнить задание в нем. Давайте посмотрим, как работают мобильные приложения на видеозаписи. Вот я думаю, потихонечку у всех пошло видео. «А банана». «А банана». «Панкейкс». «Панкейкс». Да, вот так можно с мобильным приложением поработать. В данном случае оно показано как раз на платформе Android. Также работает и на iOS, на планшетах и смартфонах. Так можно привлечь внимание наших учеников. Они могут им пользоваться сами абсолютно бесплатно, отсканировав QR-код на учебнике. Могут пользоваться, работать дома с ними. Почему бы и нет, если нам современные возможности дают такое предложение. Структура программ. Давайте поговорим об этом. Мы с вами познакомились с различными пособиями и учебником Милистата, по которым можно заниматься с внеурочной деятельностью в первом классе. Также вы можете и по 12 шагам ее организовать. Абсолютно было верное замечание. Как может строиться программа? Как пишется в литературе, и ни в одном месте я это замечал, структура программ будет двух вариантов. В зависимости от того, что взято за основу. Если основа структуры программ учебных предметов, ПОВГОС, то будет структура такая, пояснительная записка, особенности форм работы, тематическое планирование, содержание программы, формируемые универсальные учебные действия и планируемые результаты трех уровней. То есть предметные, метапредметные и личностные. То есть вы можете написать программу по такому образцу. Она, соответственно, будет один в один похожа на программу, допустим, для второго класса учебную. Либо идут другим путем и пишут программу, где из основы взяты программы дополнительного образования. Выглядеть будет так. Титульный лист, пояснительная записка, учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, методическое обеспечение программы и используемая литература. Вот, соответственно, есть два таких пути. Какой путь выбрать, зависит от того, какими нормативными документами вы руководствуете в школе, какие они приняты, как вы условились. Вот. И, собственно говоря, так вы можете очень легко и просто построить свою программу. В каждой есть немножко свои трудности. Ну, понятное дело, что в область есть трудность прописать предметные, метапредметные и личностные результаты, и универсальные учебные действия. Здесь есть трудность в том, что нужно четко прописать, какая литература используется. В пояснительной записке побольше нужно будет добавить от себя. Вот. Ну, соответственно, как программа во втором классе, один в один только для первого класса по соответствующим книгам. Так, нас просят итоговую диагностику. Тут все просто. С итоговой диагностики на внеурочной деятельности в первом классе возьмите какие-то задания из тех, которые были, предложите в конце года выполнить их заново, и вот вам будет, соответственно, эта диагностика. Вот. Учебник в Москве бесплатный, пишет Ольга, поэтому покупать учебник нельзя. Работе в тетради можно, с этим затруднениями нет. Мелистата или, ну, кроме, пожалуй, 12 шагов, являются своего рода рабочими тетрадями, поэтому никаких проблем не должно быть. Итак, что можно вывести в итог? В рамках внеурочной деятельности возможно изучение английского языка в первом классе, как мы с вами увидели. Никаких с этим проблем нет. Проблем с выбором пособия тоже нет. Поддерживается преемственность, например, через Мелистата, либо через те пособия, которые я показал, либо через 12 шагов. Вообще, тема преемственности сейчас особо стоит, поскольку хотят, чтобы изучение шло и в детском саду, и в школе, и поэтому первый класс как раз обычно такой идет пропуск в плане английского языка, который можно заполнить неурочной деятельностью. Возможно избежать повторения программы второго класса, поскольку по формам, представлениям, по ситуациям, по какой-то степени наполнению или с лексической точки зрения все это будет отличаться от курсов, которые у нас идут со второго по одиннадцатый класс. Вот, собственно говоря, все то, что я вам хотел сегодня рассказать. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу по теме вебинара. Я надеюсь, что после этого вы возьмете себе в неурочную деятельность в первом классе с огромным, с удовольствием. Так, ну вот такие рекомендации на тему того, что не нужно чего-то приобретать, могут быть, но вы это можете приобретать в личном пользовании, не использовать, потому что вам в любом случае надо на чем-то основываться, чтобы преподавать в неурочную деятельность в первом классе. Так, на вопрос, где используют иностранную литературу, не могу ответить, не владею такой статистикой. Так, вот Оксана Сорина пишет, просит вебинар на английский как второй язык с одним часом недели. Так, постараемся провести, есть на это счет наметки, почему бы нет. Неурочка в пятом классе обязательно, ПАВГОС, да, вы можете совершенно спокойно провести при помощи пособия ряда для пятого класса. Да, на какие предметы эта внеурочка будет в пятом классе, это решает заучий директор школы при планировании расписания. Далее в седьмом классе четвертый час, как его использовать. Возьмите, ну, для седьмого класса редапа на данный момент нет, можно взять для шестого класса редап и использовать его для того, чтобы заниматься по нему. Вот коллега Василий Вальбин ведет внеурочную деятельность в пятом классе по редап. Как мы видим, есть яркие примеры. Да, можно использовать на четвертом части и обучающие компьютерные программы. Для пятого класса это редап, автор, костюк. Можно в интернет-магазине для издательства титула, совершенно спокойно заказать. Так, время кружка имеется в виду в первом классе. Это может быть 30-35 минут. Как урок в первом классе, доходя до 45 минут. Но, опять-таки, это решением администрации решается. Хорошо. Поскольку вопросов особо больше нет, давайте будем выкладывать код для скачивания сертификата в чат. Сейчас обратите внимание на слайд, как получить сертификат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...